Похож ли этот трек На этот трек Да, снова Моргенштерн на обложке Ну а что, не инстасамка же мне туда ее добавлять Хотя у нее недавно альбом вышел Из семи треков Из семи буквально смертных грехов Семи плагиатов А грехов потому, что самка и ее парень Когда-то сильнее всех кричали за оригинальность И обвиняли Янго в плагиате Хотя по сути он делал просто ковра Почему твой контент классный и почему я говно Да, ух ты искал Потому что я не считаю, что типа воровство это круто В общем все эти плагиаты самки будут в этом выпуске Ролик будет длинный, где-то 20 плагиатов И кто не знает, я объявил конкурс В последнем ролике клипов с тулем просмотров Для тех, кто хочет попасть в ролик Обязательно чекните 100 тысяч лайков было Даже чуть-чуть побольше Вы их собираете как нехуй делать И да, я понимаю, что я публикую ролики не так часто, как хотелось бы И поэтому я решил кинуть сам себе челлендж Где вы играете главную роль Давайте так, если в этот раз вы соберете 120 тысяч лайков Да похуй, 110 То ролик с плагиатами выйдет в ту же секунду Вот как именно наберется эти 110 тысяч лайков В эту же секунду я опубликую этот ролик Как он такое? Реально, базарят, так и будет, обещаю Ну, а теперь мы начинаем Но перед началом ролика я хочу рассказать про своих хороших друзей Компанию Batwinner Которая в 2020 году получила признание Самый надежный букмекер Также отметили, что Batwinner дает самый большой приветственный бонус В размере 25 тысяч рублей на спорт Честно, я сам в это не поверил Я думал, это какой-то прикол Типа маркетинговая схема Я попросил своего менеджера узнать, правда это или нет То есть они хотят сказать, что у них приветственный бонус от 25 тысяч рублей? Он сказал, да Они подтвердили это Регистрируйся в приложении по промокоду TALER И увеличивай свой выигрыш до 100% Ссылка в закрепленном комментарии Ну, а мы начинаем с привычного нам человека Я уже думаю, вы сами его из ролика в ролик отгадываете Это Ганвест Да, я не шучу Кто впервые на этом ролике, типа в плагиатов Зайдите, примерно еще последние 4-5, наверное, плагиатов посмотрите Там везде в начале Ганвест Бля, это странно Но это наша традиция Ладно, покажите нам плагиат Все мы знаем Ганвеста Тут одно звучание говорит само за себя Тут даже пояснять ничего не надо Давайте просто пойдем дальше По-моему, я знаю, кто этот Эммануил Инстаграм Вайнер Кавказской такой внешности Хотя это может быть кто угодно Малые люди с таким именем, что ли К чему я вообще это пизданул? А хуй знает Но это точно плагиат И еще один момент Из этого же трека Похож уже на Ганвеста Ну вот, было же время, когда Ганвест делал свое, а не байтил Это свое, нормально так выстрелило, кстати И сделал его популярным, по сути Там более 20 миллионов просмотров Просто зачем ему это? Зачем он плагиатит? Неужели все ради того, чтобы я его добавил в ролик И цепочка, традиция не нарушалась? Если все ради этого, то... Ганвест и добрейший человек Добрейший души человек Спасибо Только костер и тишина Руки мои греют тебя Мой пьяный романтик в прокуренной хате Мне под гитару поет о любви Это точно плагиат И как доказательство я могу апеллировать тем фактом Что на 17 секунде Клава поет о каком-то пьяном пацане Ебать Я будто в суде Пьяный пацан Ну ведь неисправим Пьяный романтик в прокуренной хате Ну и оригинального трека Название Пьяный романтик Совпадение вы скажете А я уже и не верю в такие совпадения Я думаю, когда заимствовали звучание Так же придумывали и текст И поэтому пришлось не полностью Слово в слово забирать пьяного романтика А алкаша с поправкой Ну а по звучанию, я думаю, тут вопросов не будет Только Воистину еблан будет спорить с этим Но если что, я поясню Начало такое Две секунды ожидания гитары во время вокала И абсолютно одинаковые аккорды Простым словом Вайп спиздили Это, кстати, классическая схема плагиата У среднепопулярных артистов То есть Они неизвестны, например, как The Weeknd или Ариана Гранда Но при этом и не ноунеймы Но дело в том, что Многие эти перепевки получаются Очень хорошо Но, к сожалению, это не перепевки Так как нигде никогда не указываются Оригинальные исполнители А мотив явно крадется И поэтому это тоже Они сто процентов взяли идею Этих вот этих вот вопросов А ты меня любишь У трека А ты меня любишь Просто немного переиграли Это точно плагиат Но меня больше интересует Вот этот отрывок Кудрявая няшка Ах Губы сводят так с ума Губы сводят так с ума Вот эта вот строчка Очень сильно мне что-то напоминает Я вот просто не могу вспомнить откуда Но, блядь, это мне в голове просто засело Я просто сто процентов уверен Что есть какой-то, по-моему, очень старый трек Где-то как будто бы из старых сериалов СТСа И этот трек там, типа, играл Он мне очень сильно напоминает какой-то другой трек Я надеюсь, найдется человек В комментариях Который все-таки вспомнит Оригинальный трек Потому что я уверен, что он есть С оригинальным звучанием Напишите в комментариях Если в итоге мы найдем этот оригинальный трек То я его добавлю в следующий плагиат А я напоминаю 110 тысяч лайков И И перманентно появится новый Да, походу выяснился Спасибо Если что, это скрин из прошлых моих плагиатов Там оригинальный трек был точно такой же Оригинальный трек Чарли Пута А плагиат был вот этот И типа, они тоже похожи, да? Походу, просто все пиздят идею вступления в припев у Чарли Пута Это плагиат А вот тут вообще забавная тема На самом деле В описании написано Музыка и вокал Майя Хотя по сути Оригинальное звучание и музыка На самом деле Принадлежат вот этим вот, ребятам На уровне Тупости, если честно Все это сделано Не хотелось бы вообще добавлять Ну типа, бля Это просто кавер по сути Но приходится это называть плагиатом Просто из-за того, что в описании указан Человек Который возомнил себя Афрот Вот тут звук гитарки немного разный А вот ритм абсолютно одинаковый И люди в комментариях это тоже услышали И так как меня тоже смотрят люди Я хочу, чтобы люди и решили Плагиат это или нет Люди, переходите ко мне в Telegram и голосуйте Одинаковые, абсолютно одинаковые Но как бы я не любил этого уебана Платину Он тоже любит попиздить, блядь, с запада Ну, к примеру, Магнолию Я, кстати, не хотел добавлять этого Просто все и так знают, что Платина и весь R&B клуб Тырят звук из запада Получается, конечно, у них заебато Но тырят они только так Ну, тут пришлось добавить Так как для сравнения идеально подходить Ну и наконец очередь Инстасанки и ее новых 7 плагиатов Хочу напомнить, как ярче всех Хричали самка и ее парень за оригинальность Почему твой контент классный и почему я говно? Да, ух ты сказал Потому что я не считаю то, что типа воровство Это круто Ну ладно Как думаете Вот это вот Похоже на оригинальное звучание А вот это Похоже на оригинал Тут, блядь, даже название спиздили Да и Vitex спиздили Да еще все спиздили По сути это кавер Давайте поправим Теперь вообще никаких придиев Да конечно, если бы, блядь Все мы знаем, как она обожает R&B А, стоп, я ушел немножко от темы А вот это вот похоже на оригинальность Или это А может быть это Или вот это Ну вот это точно будет оригинал Я перебиваю бит То есть вы взяли бит какой-нибудь Непопулярный жили Непопулярный жили Непопулярный жили Ни единого оригинального трека В новом альбоме Самки и ее партии На самом деле я знаю Зачем самка и ее парень так поступили Вы видели просмотры этих треков? Хайп прошел Это все, конечно же, ради того Чтобы я их показал в самом хайповом Проверенном годами в формате плагиатов Да, так и есть И все артисты на самом деле Нарочно плагиатят Чтобы попасть ко мне в формат Только я не знаю, зачем Моргенштерну это Лишер, ты можешь мне просто, в принципе, написать в ЛС И я тебе отвечу, честно Не обманываю Кстати, говоря о Моргенштерне Честно сказать, я сам заебался Называть его плагиатом Все это выглядит так Как будто бы я высасываю эти звучания из пальца Ну, блядь, что я могу поделать, если это правда похоже? Я бы хотел бы сказать, что это не плагиат Ну, типа, просто сэмпл По сути, возможно, так оно и есть Но его нормально так поправили Чтобы не было один в один Но при этом гармония осталась та же И из-за этого После того, как ты слушаешь оригинальный трек Сразу же тебе в голову приходит Моргенштерн Это оно, кстати, так и работает постоянно Если вы слышите какой-то трек И он вам напоминает еще какой-то другой трек Значит, кто-то у кого-то спиздил В общем, короче, сами решайте Чтобы вы не думали, что мне лишь Балишера плагиатом назвать Переходите в телегу Там голосуйте Если будет больше за плагиат Значит, это плагиат Все, так и решим Это не плагиат, а очень хуёвый кавер Кстати, в комментариях она это подтвердила А вот это вот точно плагиат Очень сложно мне было найти настоящие даты релизов Так как у второй опубликован трек через какой-то левый канал Не ее официальный Мне пришлось зайти к ним обоим ВКонтакте В их сообщество Бля, никогда не заходил в такие сообщества, конечно Но я это сделал Мне пришлось нормально так помотать Я, можно сказать, выучил полностью биографию обоих артистов В общем, я помотал вниз и нашел Вот они, эти скриншоты настоящих релизов Я до них добрался Это было сложно Но пруфы у меня есть В общем, это хоть я У моей телки, у нее на канале Вышел наш совместный ролик Где я отгадываю настоящий пол человека Можете попытаться сами Кто это? А хуй знает Вы можете узнать ответ у нее в ролике Так как я как раз таки отгадывал Этого человека и еще многих других Это будет сложно Переходите по ссылке В описании Продолжение следует...